всем привет сегодня мы снимаем интервью с группой и прос привет парня спасибо большое что приютили у вас очень приятная рек . много где были да но прям здесь прям вообще как-то так приятно по-домашнему нам тоже нравится мы здесь недавно но здесь действительно неплохо здесь очень хороший звук стоит отметить да и отличные советские фанерные стены то что нужно для нас пригодилось наследие да 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 представьте что мы симы у нас как бы параметр room повышается типа нам уютно давайте тогда сразу так то на чем играет гитара-гитара бас-барабаны так было самого начала то есть вы прям такие дружные как вот как когда-то собрались так и продолжаете они не будут не станет заложники привычки скорее не основу этому с денисом две гитары вот у нас уже несколько раз менялся состав вот но последние уже я уже путаюсь несколько лет это вот то что вы видите сейчас 7 лет если мы и собственно альбом который только что вышел это все придумано написано записано в таком составе но вы его долго писали и нам два года добавили еще условно не на самом деле материал ты мы давно запят ну сочинили да и многие телеги уже успели откатать в турах там четыре наверное раз мы ездили в европу и большинство песен уже там были отработаны а то что свежие что люди еще не слышали мы записали наверное в двадцатом году девятнадцатом году у меня была травма спины поэтому я часть своих партий успел записать и дописал потом уже в двадцатом когда получше мне стало вот так оно все и с тех пор лежала ну нас записывал не шкурочкин и он занимался сведением все это время и варианты ранее были у него достаточно опять-таки рано готовы вот а потом мы ждали пока найдем лейбл пока фабрика изготовит носители и вот все что с этим связано наконец-то вышло долгострой а еще у нас было 16 вариантов сведения и на дизайн ушел а почему так много слушайте на самом деле я просто супер до то что человек и в какой-то момент ребята даже меня покинули в плане того что их все уже устраивало меня еще нет вот и мы с мишей работали сделали вот у нас было 16 вариантов микса и в итоге вышло так как вышло и все остались довольны ну то есть такой перфекционизм да но вы же сами понимаете что как бы одно дело сыграть концерт а другое дело записать и издать альбом это на века не на века но это фикса как тем более когда релиза редко выходят хочется ну чтобы метка было каждый но это получается же вообще по факту второй альбом если альбома то есть получается вот почти 10 лет разница года как группа tool только хуже и вот на этих двух альбомов совершенно две разные группы и по саунду и по составу и наверное по уже по музыкальному видению тоже да и люди уже разные да как михаил относился к 16 терпеливая ну на стоит отметить что миша даже в какой-то период своей жизни поучаствовал в нашей группе он играл на басу и и даже пел вот поэтому он снисходительно с пониманием относится к этому не у нас очень хороший друг и уважаемый коллега миша прямо мастодон нашей локальной сцены можно сказать да он плодовит питерский бурбалу да да так его называют так что кур балу ну давайте тогда так самого начала вот как появилась группа потому что я уже отвечал как появилась группа на самом деле все достаточно тривиальным и с денисом вот с этим молодым человеком с первого класса вместе как бригаде тоже шутку уже прям сами устали под конец школы мы четко поняли что нужно что-то делать в плане музыки стали собираться стали искать людей стали что-то придумывать ходить на репетиции ну в общем так все и закрутилось активно мы стали наверное год с десятого 2010 год вот у нас там был уже первый более-менее фиксированный состав в общем то все а вот направление которое изначально выбрали вы его так и придерживаетесь я думаю что для начала это была наша условная путеводная звезда потому что опять таки мы как как-то уже говорили в интервью что очень много разной музыки слушалась и прям очень много чего хотелось играть и не хотелось отдаваться чему-то одному и вот в как раз появился такой жанр где стали совмещать и пост музыку и тяжелую музыку и экспериментальную музыку и шум и мы поняли что это вот что то что мы хотели бы сделать и ну стали делать как бы для нас это скорее это как жанр стал решением если еще про последний альбом говорит получается еще много всего добавилось то есть это и немножко dark american и всего того что мы начали слушать еще после этого то есть последние лет 5-8 ну так вот то есть все это мне кажется очевидно слышно ну все влияет на да все влияет конечно поэтому ну не знаю ребят согласятся нет вот мне лично комфортнее называется то что мы играем не постметал а скорее сладж рок то есть сладж это скорее про тон гитар да про может быть что нибудь такое неторопливое грубого прокачивающая а рок ну это более широкий жанр он себя включает мы совсем согласимся мы рок играем просто я могу так и говорил это как субкультуры да то есть сейчас вот очень тяжело они размываются да то есть как бы все нет уже такого как раньше то есть вот или ты тут или ты тут нет есть заниматься это не металлисты все такая же тоже не есть ребята которые конкретно играют жанр например делать это очень хорошо вниз этом группа power например да вот они играют да и все вот и это круто это как бы востребовано любима мы же наверное уже отошли от каких-то вот действительно какие-то жанровых ограничений и просто ну это тянется то есть начали с постметала и сейчас это просто добавляем добавляем развиваемся и возможно следующий релиз это совершенно будет что-то еще немножко вы вырасти из этих что это желание что-то сделать свое то есть как бы не допиться допустим какого-то успеха там отточить допустим какой-то жанр или действительно открыть что-то свое да не сказал бы на самом деле нас прикалывает просто вот что-то слышь классная идея какая-то появляется доращивающая доращиваешь как-то потом один трек второй трек потом раз третий трек там не знаю придумываешь песню и тут опа вот здесь было бы неплохо как раз таки вот тогда я помню была у меня идея надо бы наверное сюда это любит да и получится классно вот у нас да с 9 так вышло но вы пока этого не слышали но и вообще в принципе хочется записать что-то такое что самому прикольно было послушать ну вот у нас на самом деле мне кажется такой какой-то критерий я свою группу слушал спотики и министы ну кстати вот прослушивая но при этом вот ваш коллега андрей новожилов вас на год назвал как-то заведующими или главными по пост металлу в стране это конечно кумовство мы действительно с андреем очень хорошо и давно знакомы в частности я издавал первую пару альбомов тирны вот но но в целом наверное мы не стараемся все таки уже играть какие-то жанры если как бы мы и стали главными по пусть метал то наверное мы уже старой память мы уже просто передаем дальше если кому-то интересно играете вот и мы наверное уже больше так наверное сидеть не будем на этом ну наверное это про то что ну вот есть такая тоже как бы константа и призда они существуют они занимают свою нишу они стабильно стараются существовать и что-то делать и может быть этим обусловленным было обусловлен был комментарий андрея я думаю так а какие вообще-то какие цели у проекта вообще вот так вот или он просто вот развивается как идет так и идет наверно каждого свое немножко до 100 процентов у каждого свое но наверное стоит отметить что мы более десяти лет ходим на репетиции играем концерты и наверное мы не можем уже представить себе жизнь как-то иначе то есть вот если ты заберешь у нас это мы просто растеряемся и не значим пить ну да вообще как бы или закончим или дома играть во что-нибудь есть такая максима типа можешь не играть так не играй но типа реально если можешь не играть не надо заниматься у нас а если как бы не можешь то делай это нормально то есть это приятная привычка ну мы не можем себя вообразить без этого да это уже такая часть что непонятно что делать мы как брус уэйн уходим на работы а потом надеваем костюмы становимся рок группы это привычка немного вредная потому что телеца страдают до спины спины и руки пальцы конечности память память откуда-то возник алкоголизм непонятно как как как-то он вот а часто вы практикуете как алкоголизм сейчас уже меньше потому что здоровье ну а раньше вы можете себе представить как находишься три недели в европейском туре спишь в войне и перемещаешь свое тело от стены до сцены нужны допинги так или иначе чтобы как-то это вывозить ну да у меня немножко по-другому бы было я буду до 18-19 наверно в турах вообще ничего не пил потому что я в принципе пил редко и немного стоило там подпить пиво и моментально начиналось похмелье вот сейчас мне перевалило за 30 и я стал в общем конформистом в этом плане чуть-чуть вообще детский пить это плохо да пить не надо не 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 она себя не оправдывает да пить по охраням сегодня как раз говорил а пиво только тупеешь а потом под подавленность чувствуешь ну как бы такое тяжело только первый день это на следующий точнее второе то есть если дальше уже пошел то ну за хотел спросить по названию и прос это как-то связано с первой мировой войны то есть это именно непосредственно это именно непосредственно то о чем вы думаете я могу предсказать свою историю хочешь в общем у нас на самом деле на на зале нашего коллектива образовался 1 образовался первый концерт первого выступления и у нас не было название вот у нас были кита рабочие названия но они все были буквально рабочими как бы нельзя сказать что устраиваем устраивали все в коллективе и накануне как раз таки мероприятие denis посмотрел документальный фильм где освещали события первой мировой войны в частности события в группе группе и плюс в городе ипор вот собственно тут и пошло ну то есть это вот как раз по поводу применения емко-звонко нам понравилось чем эта тема так привлекла массовую то есть как разное массовое поражение которое сейчас запрещено это место где война перестала быть крутым делом то есть да и про война это было чем-то таким про аристократию про выяснение каких-то отношений но вот первая мировая война это сделала войну совсем не крутым делом это сделал войну местом где тебя как крыс просто затрают и это был тот момент когда вот этот налет романтики он окончательно вообще перестал существовать газов вытравили ну да да у нас музыки он до сих пор существует налет романтики да ну да западная филандрия вельгия конечно вкусное пиво но только же да ну плюс отчасти это про то что люди которые пережили те события ну они нашли в себе силу двигаться дальше как многие же очень сильно пострадали были покалечены там вообще по моему сотни тысяч до жару и вот не знаю сила сердца она мне кажется одна из важных тематик который у нас так или иначе появляется хотим мы того или нет музыки после первая мировая война она же принципе очень большое влияние на культуру оказалось в том же ремарк там да то есть и сартер там все там то пережил все три писатели эрих и мари и да 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 все три более… Они уничтожили Иааааааааа … Ф overflow Юм Юм Мясо М Cord ну давайте вот по дискографии пройдемся вот первый альбом который вы записывали вот кто его помогал делать как долго он рождался какие были сложности трудности помогал его делать нам миша но уже другой миша скурихин скурихин да барабаны записывали на студии непа эдуарда на мельничный записывал тогда еще играющий у нас андрей андрей мальский да очень хороший наш друг который играет еще в группе река группе причал и вот в пятнадцатом году я его сменил у меня пригласил по сути вот а мне на тот момент как раз та часть моих интересов музыкальных которые были связаны чем-то более легким она была полностью удовлетворена но влияние у меня было очень много и хотелось что-то вот такой вот динамические более интенсивное поделать и это было реально очень интенсивно первые репетиции прям там была крохотная комнатушка два на два практически и звуковые давления просто колоссальные не ни с чем таким раньше не сталкивался вот но на тот момент уже материал с первого альбома ребята не играли насколько я знаю но записывали записывали мы все равно самостоятельно первый релиз все гитары все вокалы были записаны по моему на точке лобстер это точка ребят из него диайвай ну кто знает из этой тусовки известное место вот это было записано на выходных я не помню научились так далее работали научились наверное мы брали ночные репетиции с денисом брали карту просто вдвоем приходили кое-как расставляли микрофон брали собой 5 какое-то количество там алкоголя и просто сидели ночами записывали гитара и все но и я называю этот альбом дэм альбом то есть там мы как бы там был тотальный диайвай там было очень мало денег все большей части сделано самостоятельно своими силами вот и то что он хоть как-то зазвучал это действительно спасибо миши скурихин у который собственно мироед делал да много asperges там он тоже там поучаствовал в локальной сцене своим своими миксами вот как-то так но по сандует еще такой про ты пор мы вообще тогда не врубались вообще что происходит 10 это более 10 назад то есть мы что-то и хотели как-то представляли что-то получалось но вышло как вышло а тяжело было этот материал вот сразу из репетиции записи вот на сцену вынести с первого мне кажется у нас очень очень странная схема происходит не совсем типичная то есть обычно мы пишем материал мы его репетируем мы выиграем а потом уже когда-то начинаем записывать вот и очень запоздал то есть даже несмотря то что у нас сейчас будет презентации как уже сказали мы большую часть материала уже играли не играли в турах и играли там год-два-три назад поэтому как-то у нас так хронология последовательность записи выступлений репетиция немножко так нестандартная никакому но это опять же с перфекционизмом связано для того чтобы отдачить как так случается а так случается просто мы наверное может быть ленивые задницы с какой-то точки зрения может быть просто долгие и тугие и как-то до записи доходим больше мне без этого не без этого часть прокрастинации тоже присутствует во всем ну вот с первым альбомом с материалом до которые вы делали как вы попали вот на европейские туры как это происходил процесс большинство туров забивал я я организовал я и делать исключительно по принципу панк и диайвая то есть это ты заходишь facebook ты ищешь локации ты выстраиваешь маршрут ты спрашиваешь у знакомых кто где был какие-то контакты и начинаешь писать договариваться договариваться потому что ну панк диайвай среда она в общем-то открыты всем вот если ты как бы соблюдаешь определенные принципы не противоречившим если ты действительно за идею за музыку и готов к любым условиям всегда волком в европе в принципе распространенного поэтому с этим на самом деле да все это время не было никаких проблем то и главное желание главное кучу времени главные контакты и вообще-то она получается а как как-то сказать то координировали с другими ребятами группами то есть вы вы же эспрессором да это помню ездили у нас были за машины у нас был тур секвойами у нас был турс вовод и был эспрессор мы брали наших друзей из вазовых на гору это макар из доп из доп машин и вероят грубо говоря это все либо люди которые с нами на одной и той же точке снимали для свою игру в то же время либо это люди которые в нашей же собственной группе играет еще в какой-то большая семья кровосмешение приятного слушай но надо признать что тут тур с прессором там в обратную сторону пошло да там получилось что перед отъездом у прессора слетел басист вот ну и вот с тех пор я играю на басу в прессоре тоже прикольно в европе как добавлялись вот с кем выступали на сцене это все обычно вопрос организатора то есть он ознакомливается какая команда едет он прикидывает какая аудитория и он выбирает там поддержку разогрев саппорта и это не наша как бы воля ужин ну буквально вот одно из первых одна из первых точек нашего первого европейского тура была варшаве и наши друзья из гринза сэнд саня антон помогли нам договориться с плебеем гранд стенд и это был ну такой момент который мне сразу запомнился на всю жизнь особенно запомнилось что никто не пришел даже на плебеев не пришли я с барабанщиком разговаривал говорю ну блин ну уж такие крутые где и он такой да где эти мазафакеры больше не слушать такую музыку ну да в польше больше металмания 2003 кожаные штаны и вся вот эта штука ну и всякие брутал дэд интересно а что вообще тогда запомнилось вот из наверное были же какие-то особенные такие концерты концерт очень крутой концерт мне понравился в бурно мы играли по-моему это был вовад же да с вовадом играли у нас попал у нас там кащу в дату попало несколько групп несколько турящих команд одна из них была была были мы вовад было еще high fighter был из германии тоже очень крутые чуваки надо с дамой на вокале да и ну там просто как бы там арт-директор и организатор этого мероприятия он как-то уловил эту штуку понял что в какие-то даты примерно метят несколько групп которые в принципе связаны между собой жанровые как-то потусовки и это был очень хороший концерт да там было прям я помню что там была отличная афиша на витрине где группа вовад стоит на фоне вывески прям очень это же надо было найти эту фотографию вот и заносить прям витрине прям вот русская группа пельменная чувствуется индивидуальный подход на юмора и внимание внимательность группе этого это всегда листит только балалайка и медведь да еще стереотип был еще классный концерт в словении в этом в вагончике для фуры да 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 контейнере это прям был местный панк сообщества организовала такой кластер творческий они подцепились к местные да мы подъезжаем и первое что видим как они просто тырят электричество с фонарного столба то есть там стоит металлический контейнер рядом диванчик чуваки слушают black metal с кассет как бы все ну все нормально все круто прохи варят отлично да да это вот прям супер чистое поле просто да и это просто контейнер для контейнер металлический без окон туда много не поместится там помещалось только два человека кроме группы да все было слышно вокруг я оглох на правое ухо после концерта а я на левое потому что был усилитель ивана по-моему да установка вот так стояла тут с торца стоял усил и с другой стороны был выход и помещались только барабаны я гитара и гитарный стек и все мы в общем-то группы червячком выстрелись до контейнер за такая прямоугольная штука в общем никто кроме нас там не помещался было очень громко и очень необычно да очень диамайна и самый для меня например по памятный концерт был в городе магдебург это какая-то ленобласть берлина типа то есть такое там население на как у нас в гатчине и у нас было по-моему двое суток еще если я не путаю до того момента как у нас будет выступление но мы уже в городе и жили в том же месте где мы выступать в сквоте да и туда пришло просто мне кажется весь магдебург мне кажется пришел на концерт то есть но дофига народу отличная атмосфера отличная публика и все прошло очень успешно и второй такой случай был в чешском ходове да где мы сначала пришли локация такая как как сказать кафетерий такой что ли да 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 с такими дискотечными шарами вот такое все и мы играли ну вот можно сказать в актовом зале одну или банкетном зале вот и думали что ну будь тухов наверное ничего подобного пришел вот полгорода или две трети города пришли они у нас весь мир практически разобрали до начала конца тепло встречая очень круто было видно было что люди сголодались по такого рода музыки до сушки а сейчас вот вообще есть вариант поехать в европейский тур желание можно доказывать группа грима да но видимо нужно нужно играть black metal чтобы поехать спокойно и востребованно в европу потому что сейчас это происходит исключительно по по ну я не знаю как рабочие визы да скорее всего короче границ туристическими часто не поедешь то есть гораздо сложнее плюс если говорить про тот формат который мы обычно занимались такой условно панк diy режим то я на самом деле вообще сейчас не очень понимаю насколько у нас взаимоотношения с европейским комьюнити то есть ну не за мне кажется проблематично сейчас это сделать если только ты не не привязан к какому-то букингу европейскому который сам организовывает гарантирует к посещаемость и окупаемость все в этом предприятии вот тогда да ну типа условно в успешный тур заведомо успешный тур поехать возможно вот а бы как наверное тяжеловато понятно хотел спросить вас про обложки они у вас вначале были такие мрачные мрачные и чем дальше тем они становятся ярче и ярче и в конце вот сейчас это уже какие-то яркие красивые кристаллы до этого были нитки такие ну как мулина или что это такое забавно забавно что каждую из обложек фотографировала один тоже человек марине привет маша вот маша всегда назывчиво и профессионально то есть к нашему затеям и идеям даку наверно так оно и пошло то есть если сначала мы начинали с первой мировой войны и что-то такое мрачная атмосферная по камере в умах и не знаю что там было в плане музыки вот то сейчас мне кажется мы как-то стали больше различать оттенки цветов своим творчестве и понимать что там ну чуть больше чем просто серые черные и наверное по настроению если бельгийскую тему здесь сначала был прям и при пар а теперь уже скорее залечь на дно в брюгер я как раз и хотел спросить вот как вот изменилось ваше ощущение мира вот допустим когда вы начинали творчество допустим как он воспринимался и как он сейчас воспринимается все также непонятный мир ну стал он проще предсказуемый может быть но я вот допустим по себе могу сказать допустим когда ты был студентом ты допустим там мыслишь просто в категориях в определенных да когда у тебя там семья ты ну ты мыслишь категориях других и у тебя это в любом случае как-то откладывается на творчестве на твоем образе жизни мне кажется что со временем исчезает всякое всякие лишки вот то есть если ты раньше мыслишь категориями сам себя зажимаешь определенные рамки на тебе многое может сказаться то чем старше ты становишься тем больше себе как-то пофиг на все это вот и ты как-то больше руководствуешься своим вкусом своим видением и это честнее ну то есть как бы с возраста мне кажется ты занимаешься музыкой честнее просто ну и времени не зарабатываешь конечно это отдельная как бы мне кажется если ты решил зарабатывать на музыке ты должен подстраиваться под индустрию но в том-то и дело что тут тут как бы если ты зарабатываешь тут вряд ли будет честности то скорее мы пока не решили не но если это но если что мы не обсуждалось то значит этого и нет нет мы не мы не стремимся зарабатывать значит это творчество скорее да стопроцентно стопроцентно очень удачная коммерция если это была коммерция плохой пример жанры не тот точно да просто если про меру восприятия и перемены в нем говорить то что с возраста время начинает бежать быстрее я думаю что это такая общее общее наблюдение да у многих людей и из-за этого перестает ну хотеть свои дальше размениваться на мелочи бисер метать отмежевываются какие-то вот ну шелуха какая-то отмежевывается и хочется уже ну вот делать то что хочется сто процентов и компромисс компромиссу рознь уже раньше можно было ну играть максимально много максимальным количеством людей пробовать всякое разное и это был очень полезный важный опыт и он был нужен для того чтобы прийти вот туда где мы сейчас чтобы уже чётче понимаете свое видение и реализовывать его быстрее ну хотя быстро это не про нас не про темпы не про скорость изготовления но мы стараемся в этом плане меняться уже тоже а приятно вообще ощущать себя частью андеграундной культуры да ну у нас очень классно совка в питере на самом деле вот по поводу такого часть андеграундной культуры я не знаю на такое слишком что-то очень большое очень что-то эффективное но тусовка у нас сейчас сладенькая прям великолепная куча классных групп вот уже и сегодня многих вспоминали и как бы у нас супер живая сцена много очень крутой музыки и быть частью этого каш круто ну и плюс еще и публика у нас офигительная то есть очень часто но недооценивается в плане вот самого действия часть которая приносит публика то есть вот когда ты выходишь на сцену и видишь что людей там разъебывает нахер просто это как бы не может не влиять на тех кто стоит на сцене то есть на тип люди в зале это очень важная очень важная часть типа концерта в том числе то есть даже если брать те же европейские туры в некоторых странах есть такой прикол что люди ну слушают концерт вот так вот просто не стали и стоят это как ну да во многих странах такое есть и как бы это ну не хорошо неплохо это вот так просто да и наша андеграундная движуха это мне кажется у нас очень хорошая сцена и очень круто что она в принципе есть что ходят люди есть группы есть релизы. Причем люди талантливейшие. Просто некоторых музыкантов я могу без стеснения назвать гениальными. Ну да. То есть масштабы реально мирового уровня, просто у них огласки такой нет. Вот. И я чувствую огромную признательность вообще судьбе, что свела меня с такими людьми. Это правда. Ну и опять-таки и люди, и тусовка это лишнее подтверждение тому, что не зря. Вот. То есть, когда ты, может быть, засомневался где-то, что ты можешь сыграть и получить хороший фидбэк из зала. Ты можешь сам встретиться с какими-нибудь ребятами, типа там с Геной из Володы или с Андреем из Терны, пообщаться и понять, что вы вместе. Вот. Это тоже важно, потому что действительно коммерческая сторона, я не знаю, там у всех по-разному, вот. Но для нас точно никогда это не было какой-то такой вектором направления. Вот. Поэтому мы просто занимаемся и мы понимаем, что мы занимаемся не один. Мы здесь просто не один. Это хорошо. Ну, нет, ну это приятно на самом деле. У нас действительно очень классная антронная сцена. Петербург особенно. Очень дороже даже люди. Мне кажется, что многие европейцы, которые, допустим, хотели бы послушать, что у своих клуб, что не может как раз, там, вы, допустим, приехать или ребят, которые там даже торнадо, допустим, мне кажется, что ну таких групп не так много. Немного. Я вот даже знаю, что был, есть, наверное, такой лейбл, если я правильно помню, иллюзив саунд, который выпускал динозавров и таруну на виниле. Сон, по-моему, тоже был на виниле. И как-то держатель лейбла поздравил меня на день рождения на фейсбук и сказал, что он просто в восторге и влюблен максимально в петербургскую сцену, потому что, говорит, нет никаких аналогов. Он был в Чикаго, он был много где, нет такой сцены. Ну, это, видимо, конкретный случай конкретного человека и его вкусов, но он четко отметил, что это действительно какая-то уникальная штука. Хотя, казалось бы, Чикаго, да? Ну, просто хаб вообще, творчество. Ну, многие в Лондоне так же считают, да? Ну, Бергия сейчас. Ну, да. Бергия очень-очень мощная движутка. Субтитры делал DimaTorzok Мы как раз сейчас разговаривали по поводу нашей, ну, ладно, ленинградской сцены, раз уж так пошло. А может быть, все-таки есть какая-то роль города? Раз столько талантливых людей здесь появляется. Как считаете? Окно в Европу? Ну, зависит с точки зрения образования. Да, может быть, и в том числе и окно в Европу. Насколько мне позволяют мои наблюдения, Петербург сошелся на стыке, если говорить про Россию в целом, да, на стыке возможностей и идейности. Потому что есть огромное количество городов, где прям есть огромное количество идейных ребят, и банд, и движа, там, Воронеж, Самара. Вот. Но как будто бы им тяжелее дается это все. Да, то есть я слышу постоянно, негде репетировать, нету барабанщика, там что-то еще, там нет возможности купить там себе усилитель, или просто не потому, что денег нет, а просто, ну, там, нет, в городе никто не продает, условно. Вот. В Москве, например, наоборот, изобилие всего, но там другой подход, там очень много действительно завязано на коммерцию и на успех. То есть там ребята, но они не могут себе позволить заниматься это просто по фану. Вот. У нас тут как будто бы вот сошлось и то, и другое. То есть у нас есть, да, есть возможности, но и при этом куча идейности, и куча, как сказать. Я на самом деле как логист еще отмечу, что проблема логистики здесь тоже определенная есть. Потому что, во-первых, у нас с одной стороны Европа, с другой стороны Европы, то есть там вон Финляндия, он до Ивангорода доехал, вот Эстонская область уже. И, собственно, все. А людская логистика, она тоже имеет свое место быть. И куда вот человек едет? Он либо в Питер едет, либо в Москву, соответственно. И вот все эти барабанщики, которых нет в Воронеже, вон они здесь все. То есть там кого-то ты ищешь. У нас на самом деле вот с нашей такой, ну, локальной тусовки, которая была на протяжении там нескольких лет, сейчас до сих пор еще остается, там просто, ну, какой-то крыши под головой уже не имеет, да. То есть вот это вот взятие, если он коллектив какой-то, номинально, сколько там людей, ну, чисто с Питера? Ну, не так много. Там процентов 90 людей, они все из других городов. И, как бы, ну... Питер – потрясающий город. Да, и вот все, 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 все собственные тянутся. И то есть здесь нет такого острого, вот как Иван сказал, то есть такой острой проблем нет, как найти себе барабанщика, играть то-то, то-то, то-то. Да по-любому найдется человек, кто те шафлы будет играть в джазу, и кто будет те бласты играть. По-любому найдется. Ну, может, это еще кармическое наследие рок-клуба ленинградского. Тут, ну, такая, не знаю, энергетика, наверное, преемственность поколений. Пусть даже нынешние группы, ну, часть, сцена, частью которой мы являемся, она не играет, там, условно, русский рок, да, и... Но, я думаю, родство ощущается, даже если из других городов приезжают люди. Мы можем это отрицать, но оно все равно и... Да, ну, кино, аукцион, БГ. Ну... Что тут говорить? Ну, наверное, да. Радиоактивный фон. Я видел, что вы тексты выкладывали, по-моему, только последнего альбома, да, на Бэндкампе? Если я не ошибаюсь, предыдущие я не видел. Да, а предыдущие не выкладывали, потому что не выкладывали просто. Здесь никакого, на самом деле, двойного дна-то не было. Не-не-не, я даже не про двойное дно, потому что, ну, я просто почитал тексты, а кто пишет? Тексты все для последнего релиза я писал. Ну, просто расскажи, как они рождаются? Это как бы первичная музыка или тексты? Первичная всегда музыка за исключением, там, ну, может быть, по паре, там, треков, для которых, ну, изначально был текст заготовлен, ну, не в том виде, в котором он сейчас уже на альбоме есть, а просто были какие-то накидки идеи, там, как рэперси накидывает, вот здесь панч будет, здесь тоже там и так далее, то есть, ну, в таком ключе довольно схематичном. А потом просто я ждал, пока будет подходящий трек для того, чтобы применить все это и все. А так, в основном, да, сначала мы делаем трек, и потом я уже по настроению смотрю, что лучше туда подойдет, Стоит отметить, что, несмотря на то, что лирикой и фронтменством как таковым и фундаментом большинства композиций занимается Денис, у нас абсолютно демократия в понятого, кто что приносит и играет, какие свои партии сочиняет, и поэтому, ну, лирика и настроение – это финальный штрих, потому что трек по ходу дела может трансформироваться, то есть, например, если Денис придумал композицию, там, риф или что-то такое, он может принести это на репетицию, мы добавим что-то свое и уведем это в другое настроение. Ну, я чаще переношу просто что-то в четыре четверти, и потом ребята делают из этого ту, короче, и я такой, типа, блядь, все, хорошо, окей, давайте так будет, но потом в итоге получается, как получается. А вот тексты на английском? Текст работает. И, естественно, частичку себя все равно уносишь. Хотя я, на самом деле, стараюсь весьма абстрагировано делать, в том числе и лирику, чтобы она, как бы, ну, более доступна была и для человека, который просто можно включить какое-то образное мышление и понять, о чем будет речь. Но через себя транспланировать все равно приходится, так или иначе. Но это неизбежно, мне кажется. Из пустоты брать тяжело. Да, из пустоты брать тяжело, это точно. А альбом, вообще, он концептуальный? Связан как-то друг с другом? Да, это, да, это концептуальный альбом. У нас, собственно, и, ну, сингл, который мы выпускаем, вот, тред с нити, да, это, собственно, не зря мы выпустили именно его, потому что весь концепт, он именно, альбом, в этом и строится, мне кажется, вот именно в этом треке. То есть это, в первую очередь, в первую очередь, он больше такой личностно ностальгический получился. Ну и, соответственно, все решения, там, все проблемы, которые из этого строится человек, который, который по своей сути такой больной с эллипсизмом немножко. А вот я хотел про название. Видите, у нас, опять-таки, да, говоря уже о том, как мы работаем, у нас, так как мы с Денисом с самого начала, но мы при этом существуем в коллективе как независимые творческие единицы. Если чем-то занимается, допустим, Денис или кто-то, то есть кто-то другой может заниматься чем-то еще. Если говорить про альбом конкретно, то есть, да, безусловно, лирика, главный герой, его переживание, тот опыт, который он переживает, содержится в каждом из треков, да, то есть это отдельная каждая история, вот. А с эллипса – это то название, которое указывает как раз-таки на очень сильное личностное переживание и личностную точку обзора реальности, вот. То есть это уже, как бы, моя заслуга и мое название, но при этом нет здесь никакого конфликта. Если Денис сделал несколько историй, грубо говоря, да, от какого-то героя, от лирического героя, то я это сделал как заглавие, получается. То есть это заглавие как сборник вот этих конкретных историй, конкретных переживаний. А как вообще вот, а что влияние оказывает? Вот где ты черпаешь вдохновение? Трудно сказать. Если бы я это замечал, у нас было бы уже не пару ЛП, я думаю. Если бы понять, где вот вдохновение оно лежит, ты туда приходишь, ты его берешь, потом приходишь на точку чувакам, говоришь. Сейчас запишем еще, короче, смотрите. И то же самое касается названия альбома, я вот даже не понимаю, откуда оно взялось. То есть оно самого возникло, причем это же слово, ну, как бы оно, оно несуществующее, по сути дела, да? У нас была предварительная иная обложка, иной арт, в которой я долго смотрел, сматривался, думал, и вот возникло это слово. Поэтому тоже есть какая-то определенная мистика, но я думаю, что это просто какой-то в себе внутренний вайп. Там был индейец, который сам себе делал скальп, и это тоже, наверное, говорит о погруженности в себя, в свои процессы. Изучение своего мышления, да. Да, коннотация была другая. А с новым артом, который у нас получился... Ну, в общем и целом, подходило бы все равно. Подходило бы, да, но теперь у нас коннотация более богатая. Она, ну, не только на темные какие-то вещи завязана, да, не на... Не только на ловушке эго, да, и ловушке прошлого, но также на что-то светлое тоже. То, что сол с Алипса, это... Ну, портманто, да, это же Калипсо с Алипса, там вот это тоже можно играть, но сол, корень, это же солнце, источник света, и в каждом он внутри, как ни крути. Вот, и вот этот момент, ну, я со стороны просто интерпретирую все. То есть это светлое переживание. Да, да, да. Я лично не занимался созданием обложки, альбома, ничего такого, но я сидел и колдовал намерением. И ребята сделали то, что мне хотелось бы увидеть как раз. А обложка, это выращенные кристаллы? Ну, практически, да, это рукодельное изделие, это звезда и кристаллы, которые мы делали практически целый год с девушкой, нашим хорошим другом Валерией, который, собственно, и финальным оформлением и артем занимался. И к символу вот эти нити тоже диаланы. Ну, яркие, красивые, такие запоминающие. Дизайн, фотография это была машина. Ну, нельзя быть хорошим во всем, мы просто имеем определенный круг, определенных друзей, и нам нравится то, что они делают, и когда это, ну, резонирует, ты уберешься, хватаешься и говоришь, оно, вот давайте так. То есть у нас немного коррупция такая процветает. В общем, мы со своих друзей, да, кумовство, мы посадили их на места дизайнера, фотографа и так далее. И не платим. Звукорежиссера там и так далее. Почему не платим? Платим. Платите, платите людям за их труд. В нашем случае это откат скорее. Это очень даже по-нашему, да. И это еще раз утверждает, что у нас все-таки традиционная отечественная группа. Традиционная отечественная группа. Я не хочу, ребят. Хорошая группа отката, кстати. У вас скоро презентации альбома будут? Можно ли сказать, что если альбом концептуальный, значит, он будет играться так, как он записан? Нет. Он будет сыгран полностью. Это да. Но ввиду того, что на самом деле хронометраж альбома для прослушивания хороший, недолгий. Зумерский. Да. Но мы все-таки помучаем слушателей и сыграем практически весь актуальный материал более часа. И Сетлист будет основа альбом, но в перемешку с тем, что мы уже выпускали. Два города, правильно? Два города, да. Посмотрим, как дальше дело пойдет. Но в Питере и в Москве мы 100% презентуем. Мы хотели этого, и мы это сделаем. Но в Питере и в Москве понятно, да. То есть, а вот так вот, чтобы в тур по России пока сложно сказать? Ну, тяжеловато. Потому что все парни взрослые, работы, семьи, дети. В общем, очень сложно организовать прям поездку. То есть, это реально нужно ловить какие-то отпуска, синхронизировать. Это чем дальше, тем сложнее. Искать себе замену на рабочем месте. А если не секрет, то чем занимается? Сейчас, ну, вообще я переводчик по образованию. И долгое время работал на этом поприще. Но в какой-то момент подвыгорел. Ну, и надоело быть фрилансером. А тут Денис такой подходит, говорит, ты трудоустроен? Я говорю, ну, как тебе сказать? Говорю, пошли ко мне логистом. Вот, и я совершенно новую для себя область, просто с нуля начал. Вот уже полтора года практически работаю. Двое из нас коллеги. Да. Ну, поэтому нам и в тур уехать сложнее. Потому что мы как бы главы своего отдела. Если мы оба уйдем, то некому будет делать нашу работу. Поэтому на две недели прям сходу взять и уехать пока сложно. Поэтому, может быть, и с туром по России пока накладки. Может быть, что-то поменяется. Будем надеяться. Я в музыкальном магазине работаю. Называется «Необходимые вещи». Вот, продаем гитару, барабаны, всякие вот такие штуки. Затем по специальности? Ну, да. До этого долго работал барменом. Барменом тоже весело, но захотелось что-то поспокойнее, что-то больше связанное с музыкой. Вот. Как-то так. Мне нравится. Я по образованию вообще фельдшер скорой помощи. Работаю в медицине, но не на скорой. Ну, кстати, интересно. Очень спокойно езди в тур. Если что, есть человек, который тебя откачает. У меня, кстати, по сцене есть коллега, Олег, из группы «Сомн». Он сейчас в Казахстане. Он тоже фельдшер скорой помощи. В этом смысле мы медики. Знаем друг друга. Держимся. В медике обычно, знаешь, что-то типа там «брутал дэс», там, «члененка» и вот это все. Этого было достаточно на обучение. Хватит. Мне кажется, в «брутал дэс» больше программистов и технарии, если честно. Как-то у меня вот так вот сталкивался с такой статистикой. У нас пока все еще вот так вот все происходит. Потому что у нас пока что в группе есть только медик. Самый хороший состав, когда есть медик, юрист и силовик. Вот тогда все. Есть к чему стремиться. Рисовать с ментами не будем играть все-таки. Менты нам не кенты. Слушай, какие планы вообще на будущее? После презентации? Да. Ну, скорее всего, мы засядем за новый материал. У нас уже есть трек практически готовый. Мы хотим его как можно быстрее записать. У нас есть планы по релизу его на сплите. Ну, у нас, скажем так, есть планы по релизу его. Он точно не войдет в какой-нибудь альбом. То есть это будет отдельный трек. Но как именно мы его выпустим, куда мы его пошлем? Может быть, в ВИП или в сплит? Ну, непонятно пока. Опять же, это что-то не затягивать опять с релизом. А тогда новый материал-то у нас уже начал образовывать. Отстреляемся с презентацией и мы засядем за новое. Ну, в принципе, я думаю, что спасибо, что дали интервью. Что живые. Да, что вы живые. Да нет, на самом деле, я несколько раз был на ваших концертах. Да, я тебя помню на гильярд. Все очень круто на самом деле. Все очень качественно, профессионально. Спасибо. Спасибо. Это круто. Спасибо. Ну, вот увидимся тогда, когда у нас 25-го. 25-го. В ласточке. В ласточке. В ласточке. И у нас будет очень клевая поддержка. Приходите пораньше. Все, всем пока. Это была группа Ипрос. Все, спасибо, пока. Слушайте рок. Спасибо. 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 Спасибо.